Что может быть важнее, чем рождение ребёнка? Конечно, самое главное. Я думаю, это то, для чего женщина приходит на этот свет. Для того, чтобы рожать детишек, чтобы в них вкладывать все свои знания, всё своё умение, всё своё мастерство, всё себя. Я думаю, что это призвание каждой женщины. Я считаю, что материнство – это и есть главная роль для каждой женщины. Лучше этого в жизни ничего нет. Когда мы были девочками, все очень любили играть в дочки матери, в кукол. И это такая природная тяга к материнству. Для женщины материнство – это, наверное, самое главное. что может с ней случиться в жизни, в какой-то момент без этого просто невыносимо становится. Для меня, положим, без материнства я, наверное, бы не сложилась. С появлением ребёнка ты понимаешь, вот оно, главное-то, вот она цель, вот он смысл. Я даже не представляю. Я даже не представляю. А что бы я делала, если бы у меня не было детей? Мне очень жаль, что у меня только один ребёнок. Мне бы хотелось иметь много детей. И вот моя жизнь. И это такое счастье, вот этот малыш, совершенно замечательный, вот оно, ради этого мы живём. Я всегда очень хотела детей, но мне было уже 28 лет, когда я первый раз забеременела. и, собственно, я была не замужем, и никого у меня не было, так сказать, из партнёров таких постоянных. Вот, вернее, он был, но он очень быстро исчез, как только узнала, собственно, об этой беременности. Я только закончила Табакова, годик отработала там и перешла в новый драматический театр. В новом драматическом театре у меня было три главных роли сразу. Представляешь, вот для молодой артистки в 21-22 три главных роли. И вдруг я узнаю, что я случайно беременна. Как это обычно. Слава Богу, что с мужем. И я, как молодая артистка, подумала, это катастрофа. Это катастрофа. Я балерина. И для профессии балерины, век, который очень короток, всего 20 лет, отпущен на такому стажу традиционному, каждый год кажется бесценным, каждый год в профессии. И есть большое волнение, что пропустив год или ещё больше, ты упустишь что-то самое главное в своей творческой жизни. Конечно, каждая балерина мечтает быть реализованной. Я всегда была такая беззаботная, такая, в общем-то, девочка весёлая. Даже уже будучи замужем, была одна забота. Куда сегодня полететь, где завтра отдыхать, где послезавтра поужинать и так далее подобное. Я сразу почувствовала, что я беременна ещё до тестов. И, наверное, месяц боялась делать тест, потому что боялась расстаться со своим статусом вольной птицы, свободной юной девушки. И потом, когда уже нужно было лететь куда-то в Париж в командировку, я всё-таки сделала тест и засмеялась, потому что я была уверена, что полосок будет две. Больше всего я боялась потерять работу, потому что я работала в прайм-тайм, на Первом канале, я всю жизнь к этому шла. Но я приняла решение, мы вместе с мужем приняли решение, что мы рожаем ребёнка. «Музыка» Узнали, что будет пятеро детей на УЗИ, показалось. Сперва показалось, что будет четверо детей. Ну, мы, конечно, очень удивились, но очень обрадовались, потому что мы ещё как-то сразу себе не смогли представить всех сложностей, которые были со всем связаны. Но очень быстро нам сказали, что детей пятеро, и что выносить их невозможно. Что это просто исключено. Что в лучшем случае родится один или два, и, скорее всего, больных. Конечно, наступление беременности, счастье безумное. Но вместе с тем появляются страхи определённые. что-то может не получиться. Как будет со здоровьем ребёнка. Как ты сможешь справиться с этими трудностями, которые появляются вместе с рождением ребёнка. Я думала глобально, я думала, я переживала, боялась в какой-то степени. Потому что, ну, куда уже денешься от ситуации. Поэтому я, конечно, боялась. Но у меня были потрясающие врачи, которые изначально сказали, что всё нормально, нечего бояться. Безусловно, когда ты понимаешь, что ты в положении, что в тебе уже зародилась жизнь, конечно же, это паника. Потому что ты ничего не ощущаешь, ты ничего не понимаешь, что произошло. Но ты понимаешь, что это уже всё, это уже в тебе, это уже твоя кровь там течёт. Было немножко страшно, конечно. Страшно было вдруг оказаться одной. Ведь часто такое бывает, что мужья во время беременности, во время первых младенческих будней и ночей исчезают из семьи. Было страшно рожать. Было страшно, что с ребёночком что-то будет не так. Сегодня такое время, когда люди сильно зависимы и финансово. Это значит, что они очень сильно заняты, они очень много работают. Поэтому понимать нужно одно, что у ребёнка большая ответственность. Как ни парадоксально, я не могла себе представить, для меня самое ужасное было, на что мы будем жить, потому что всё-таки двое детей у нас, ещё у моего мужа от первого брака, и мой старший сын, то есть трое детей по совокупности. Это серьёзная нагрузка на одного мужика. Конечно, я, так сказать, в этом смысле очень переживала. Я к моменту материнства шла так долго, что у меня было время подумать, у меня было время взвесить всё, у меня было время переосмыслить свою жизнь и свои поступки. И, конечно, я, с одной стороны, понимаю, что это огромная милость Божия, что Господь подарил мне мою маленькую надежду, мою дочку. Ну, вообще, очень странное ощущение, когда ты понимаешь, что там у тебя живёт человек. Он живёт, он там ведь что-то уже делает, потому что, когда ребёночек толкается, ты понимаешь, у него есть руки, ноги, и он там какой-то деятельностью занимается, может быть, чем-то доволен, чем-то недоволен. То есть у него какая-то там своя жизнь. Причём, как ни странно, независимо от тебя. Это уникальное ощущение. Почему-то все сравнивают это с рыбкой в аквариуме. Но я отчётливо понимала, что это вот был такой толчок изнутри. То есть мне говорили... Я спрашивала, что же это такое будет? Мне говорили, ну, знаешь, вот рыбка пощекотит чуть-чуть. Я поняла, что это не рыбка была, это была акула, которая просто толкалась. И, конечно же, эти уникальные мгновения, когда ты видишь ножку, которая просто упирается в живот, начинает водить ей снизу доверху. То есть как... ну, я не знаю, это, наверное, не описываем, но мне кажется, каждая женщина должна это испытать на себе. Наш малыш впервые зашевелился на папин день рождения. И полночи мы пролежали, кладя руку ко мне на живот, то он, то я. Это было удивительно. Не знаю. Наверное, хотя бы ради этого стоит решиться стать матерью, чтобы это испытать. Это было 10 февраля. Я готовилась куда-то ехать на работу. Я сижу, и как бы что-то внутри во мне произошло, которое, естественно, раньше я никогда не ощущала и не знала. Рядом сидел муж, и как-то я помню, что я говорю, посмотри, посмотри на меня, потому что ведь в старое время говорили, что на кого посмотришь, на то и будет похоже. А в это время оказался мой муж рядом, естественно. Я говорю, посмотри на меня. И на самом деле мальчик похожий на него очень. Ну, шевелится и шевелится. Ну, какие-то ощущения новые, да, но чисто физика. То есть психологически я еще тогда не стала матерью, да. Я никак не могла понять, что вот это моя будущая дочь. Я даже не могла никак назвать доченька как-то. Не могла назвать никаким именем. Лялечка да лялечка, лялечка да лялечка. Ну, что-то шевелится, в общем, и шевелится. А вот когда уже ребенок появился, когда вот я ее уже увидела и взяла первый раз на руки, тогда я уже поняла, что вот этот мой комочек, вот это мое дитё, которое я буду вести по жизни, с которым ты самый главный, самый мой родной человечек. Очень многие женщины боятся родов. Но я сразу скажу, что я рожала без кесарево сечения, без обезболивания, без стимуляции. Было больно, конечно, в какой-то момент, но когда ребенок появляется, сразу стираются все воспоминания о боли, и ты на него смотришь и совершенно не понимаешь, как это могло произойти, как это могло вырасти внутри тебя. И рождается какое-то чувство, желание защитить этого беспомощного маленького человечка, и ты понимаешь, что наконец-то ты точно кому-то нужен. в этом мире. То счастье, которое неимоверное какое-то, когда тебе вынимают вот это вот скользкое какое-то существо и кладут на грудь. И я не знаю, вот я что с первым мальчиком, что со вторым, я испытала какое-то невероятное. Я так хохотала, они говорят, что ты смеёшься. Я говорю, девочки, мальчик. Я первый раз заплакала от счастья. Обычно я всегда плакала от горя. От обиды, от горя, от чего угодно. Но от счастья я плакала первый раз. Просто плакала, успокоиться не могла. Сама улыбаюсь и плачу. А она засыпает. Успокоилась тихонечко. Это, конечно, минуты такие, которые не забываются никогда. С каждым ребёнком, несмотря на то, что они потом вырастают, становятся большими, взрослыми, выше тебя ростом. Но вот эта первая минута, когда ты чувствуешь, что вот он на тебе лежит, и что это такое, несмотря на маленький размер, что это такое огромное, большое, что это новый мир, который ты родил. И этот мир будет жить уже теперь сам по себе. И это будет что-то новое, интересное. Это, конечно, очень важно. Маленькая-маленькая головушка, чего-то он на меня смотрит, глаза свои раскрывает, что-то ему не нравится. Ты такой, какой маленький. Ну, когда я принесла его домой, когда уже в полной мере поняла, что здесь нет ни медсестры, никого, что вот эта вот массюсенькая два с лишним килограмма лежит и что-то на меня из своего мира смотрит, первое, что я сказала маме, говорю, мам, что с ним делать-то? Она такая, как что? Говорит, вот корми. И имеется в виду, не в плане того, что с ним делать, да, а именно вот как вот эти вот маленькие вот эти вот пальчики, ручёночки маленькие, это же нужно всё как-то вот... Ну, то есть, ну, непонятно, да, совсем крохотное существо. Ну, вот природа сама подсказала. Такое чудо появление ребёнка на свет, дело Божье, конечно, совершенно, вот, что ужасно, если врачи не верующие. Потому что тогда тоже я своих врачей им сказала, говорю, вы понимаете, что ведь бывают же чудеса на свете? А они мне честно сказали, нет, чудес на свете не бывает. Вот мне всё хочется к ним поехать, знаешь, чтобы бывают чудеса на свете, показать им это чудо, да. Конечно, с тремя детьми ощущения притупляются, в общем. Но с первым, со Стёпкой, я совершенно чётко помню, как вот он действительно на моих глазах из какого-то вот комка нелепого превращался вот в какого-то маленького человечка. И меня, например, поражало, что действительно они очень обучаемые. И, например, когда ему было, по-моему, месяцев семь, мы с ним изучали буквы. Да, я писала большими буквами, большие буквы такие разного цвета. И клеила их куда-то там на кухне, на холодильник. И в семь месяцев, в принципе, он уже отвечал и показывал мне буквы. Первый раз я приехала, он прибежал ко мне, прыгнул мне на шею, обнял, прижался, прям вот ещё говорить не умел всем тельцам. И сидит у меня на руках, вот прям держит, не отпускает. Наверное, это первое мгновение, когда ты понимаешь, что это вот вообще твоё. Вот прям вот это твой сын, да, или твоя дочь. А когда начинает говорить и говорит, мамочка, я так тебя люблю. Всё, уже не нужно ничего. Когда рядом с тобой растёт твой сын или твоя дочь, это процесс самый удивительный и самый непередаваемый. Это то, за чём можно следить бесконечно. За изменением эмоций на этом очаровательном любимом личике, за бесконечное произнесение новых звуков. Всё, всё бесценно. Всё бесценно. И даже в те самые первые месяцы, тяжёлые, бессонные ночи, я всё равно, даже когда я могла спать, я иногда себя ловила на том, что я просто делаю немножко свет поярче, чтобы просто смотреть, как она спит, просто слушать её дыхание. Мне, конечно, очень привычно, что их пятеро много. И, конечно, я вот так вот каждую минуту к чуду привыкаешь тоже, ко всему чудесному. Вот. Я, конечно, осознаю, особенно там, когда мы на улицу идём, все обращают внимание, о, не может быть, там, никто не может поверить, что их пятеро там. А для меня, конечно, это дело такое уже привычное. Ну, как не может быть? Вот они, пятеро. Сейчас выходим на улицу, все хотят идти с мамой за ручку. Сколько я им не внушаю уже, четыре года, что у мамы две руки, а не пять. Ну, это драка каждый раз. Я говорю, пальчик. Нет. За ручку с мамой надо. Сложно. Ну, ничего. Не знаю, что может быть счастливее, когда, что может быть радостней. Просыпание ребёнка. Может ли быть что-то радостней этого. Сейчас мне кажется, что нет. И сейчас мне кажется, что положить на одну чашу весов всю мою, всё моё творчество, карьеру, которые, конечно, для меня очень ценны, и, конечно, очень дороги. И на другую чашу весов всё, что касается, всё, что связано с моей маленькой дочкой, ну, разве это можно сравнить? Конечно, нет. Хочется очень предостеречь женщин от каких-то легкомысленных, легковерных шагов. Когда ты не слушаешь своё сердце, себя и своё нутро женское, а слушаешь массу людей, которые тебе говорят, как правильно, как нужно, как не нужно, как это будет. Вот в эти моменты нужно находить, наверное, себе в силы, силы в себе находить и на какой-то момент всё-таки останавливаться и прислушиваться именно к себе. и думать только о себе и вот об этой жизни, которая у тебя внутри сейчас находится. Потому что всё, что тебе даётся в этой жизни, всё по силам. Сил у женщины с появлением ребёнка, с рождением, становится в три раза, если не в пять раз больше. Успеваешь абсолютно всё. И выглядеть хорошо, и работать, и читать, и смотреть, и с ребёнком гулять, и воспитывать. В общем, на всё хватает времени. И мужа обедом накормить. На всё. И даже потанцевать сходить. Раз это случилось, что что-то живое в тебе есть. И поэтому все мои танцовщицы, которые забеременели, я их всех уговорила оставлять детей. И ещё никто не пожалел об этом. Вообще беременность – это показатель здоровья женщины. То, что она беременна, это значит, что она слишком здоровая для того, чтобы даже вот за ещё вот такого вот парня или девочку ещё, так сказать, передать ему часть своей энергии. Всегда крылатый и мятежный со мной и спутники мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви Сейчас вот имею одного ребёнка, я понимаю, что как Господь это целологично придумал, как всё. Вот мне сейчас уже тот период, когда он был совсем маленький, он пролетел так быстро, что я не успела этим насладиться. И как это логично, вот сейчас бы родился ещё один ребёнок, и опять бы всё началось сначала. Ещё бы детей я очень хотела, если бы начала этот процесс немного раньше, чем 28 лет. Ну, так как папа в этот раз хотел дочку, а появился сыночек, то, конечно же, мы будем работать дальше над демографической ситуацией в стране. Хотя сейчас я вот спросила мужа, а что же будет, если второй тоже будет мальчик, что же мы будем делать? Он сказал, как, что будем делать? Радоваться будем? Я хочу, может быть, пожелать всем, кто раздумывает, обязательно доставлять ребёнка. Если вы забеременели и боитесь, что вы не справитесь, отдайте мне его. Я безумно люблю детей, я никогда не откажусь от ребёнка. Если даст Бог, и будет второй, мальчик, девочка, господи, здоровить, ребёнок – это уже счастье. Вы опять со мной, как прежде, друзья надежные мои, все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви, все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова